Мы его рассматривали, постараемся еще один раз посмотреть, потому что Заталуз говорит, буду напоминать, пока не справитесь. Обувь ноги в готовность благовествовать мир. Возьмите меч духовный, которая и Слово Божие. Это программа на всю жизнь. Обудь ноги, так каждый день обуваем. А это все как пророчество. Ну мы же знаем, как постель расправить, как заправить. А написано это про образ смерти. Мы о смерти непрерывно криком кричим каждый день. Не с таким удовольствием идем в эту смерть, погружаемся. Сон, не дождешься, когда пойти. Так точно и обувь. Обувь, а скажи, погряз в работе, погряз в заботе. Хожу разумшись. Не хожу на проповедь. На благовестие меня не дождешься. Под разными причинами. Причин очень много. А на самом деле только одна. Не любовь. Вот в это слово надо очень хорошо вникнуть. Бог есть любовь. Далеко не такая, как человеческая. Мы слышали, что вышло из Египта 600 тысяч. Это не людей 600 тысяч. А речь шла о мужчинах. От 20 до 50 лет. А сколько их там было, считается, от 3 до 5 миллионов. Так вот из этих-то 600, а в нашем городе Барнауле-то чуть побольше людей. То есть были бы все мужчины такого возраста. Всего лишь 2 человека только вошли. Да как же так? Да Бог же есть любовь-то. А поэтому он ненужный шлак отметает, ненужный руду отбрасывает, чтобы эти золотинки взять. Бог есть любовь. И Бог видит, что все засорилось, замусорилось. Не люди, а грязь какая-то. Откуда известно? Написано, и расслилась земля. Земля не может раслиться. Вот смотрите, на огороде она. В прошлом году была нынче такая. Златоуд говорит, землей назван человек. Он из праха взял. И превратился в грязь. И Бог его размочил окончательно. И сколько же уже из всей Земли, со всей планеты Земля всего лишь 8 человек. Почему любовь? Вот если бы сейчас в это слово вникли, сегодня начали бы обуваться. Я еще раз говорю, время самое благоприятное, какое было не за этот год, а за всю историю существования России. Более благоприятного времени вообще не было и не будет. Потому что события дальше понятно, как будут разворачиваться. Все идет к восторению Антихриста. И сегодня не назовешься. По-прежнему так же. Вчера выходят с книгами в Гермтеатру. Люди подходят с удовольствием. Говорят, никого нет, ни одного человека. И чем больше я говорю, тем они нравнее делаются. Чем больше их бьешь. Обуваетесь. Все время запоминайте хотя бы это. Это готовность благовестствовать в мир. Ноги обуваю, а душа не обута. Вещь там разуваешься. А день-то проходил босиком. И мертв, и натыкался, и ранил, и не замечал. Очерствели душою. Заткнули уши, глаза замкнули. А это один всего раз стих. Сегодня его будут читать во всех храмах. Почему бы попам не обратиться к народу и сказать, мы разули вас. Мы обувь вашу пас жгли, еродивый, как вот в кино показывают. Потому что на ногах бесов много. Ты обуй ноги в божественные сапоги. Человеческая обувь, она влечет тебя в разные злачные места. Так говорят, на заработки везде будешь ходить. И теперь, а возьмите с собой меч духовный, который и Слово Божье. Вот что слово меч духовный. Слово меч многократно встречается. Для меч духовный только один раз. Наконец-то дано толкование. Посмотрим по Слову Божию. Исайя 52.7 Благовествующая радость Те, которые обуты. То есть людям говорите радость. Порадуйтесь. Бог любит мир. Бог послал на землю Сына Своего. Он открылся в Нем. Единородного, единственного. Он подготовил род человеческий через Деву Марию. Он родился, Бога Человек. Бог Слова. Стал плотью. Радость. Какая радость. Избавление есть. Спаситель пришел. Все пожары потушит. Всех разбойников обуздает. И там не будет ни плача, ни сона, ни воздыхания. А вне псы, чародей. Ворота не будут закрываться. То есть вот для чего радость. Не только вот здесь на сегодняшний день. А с проглядом в вечность. Благодействуйте радость. Говорящему Сиону воцарился Господь Бог Твой. Где воцарился? В праведных душах. Тех, которые приняли Его. Которые очистили через святое крещение. Которые погребли в крещении. Вы же знаете это. Получили это крещение. Да если бы об одном этом только говорили, у нас уже другая бы ситуация была. Подведи сегодня итог. Что я сделал за этот год. Сколько раз за 365 дней выходил обувши утром. Сегодня я обязательно кому-то засвидетельствую. Сегодня я обязательно расскажу людям о радости, которая пришла. Что воцарился Господь Бог. Где? Через Деву Марию. Воцарился в Израиле. От Израиля через апостолов пошел на весь мир. Он воцарился. Воцарился в нашей общине. В наших сердцах. Нам не о чем говорить. Ссылается на то, что мало знаем. Да мы знаем столько, сколько, может быть, первые христиане не подозревали, что можно знать. Такие знания. Потому что Библию-то никто почти не имел. Павел написал послание Владикию. Потеряли его вообще нигде нет Владикийского послания. Пишет Колосиным. А вы пошлите им свое перепишите. Откопируйте. Одно послание. Колосиным. И все римская господствующая церковь в Колосиным послании слышали? Пошлите, перепишите. Вот как было. А у нас лежат Библии. Свободно заходи, покупай Евангелие, слушай. Пророк Наум 1.15 говорит. Вот на горах стопы благовестника, возвещающие мир, празднуй. Ибо не будет более проходить через тебя злодей. Речь идет, конечно, о душе. Душа – это невеста Христова. Душа – это то, ради чего Он пришел. Тело искуплено будет потом. Тело видно, что не искуплено, потому что умирает и сливает, стареет. Деяние 10.36. Он послал Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Это первая проповедь к языческому миру в доме Корнилия. Он послал Иисуса Христа благовествуя мир. Вот больше бы ничего сегодня в церквах не говорили, этого достаточно. Почему? Народ языческий, он ничего не знает. Иисус Христа. На который можем направить ноги свои, обутые в благо... Готовность. Не просто в Библию в руки взять, а готовность. В любое время дня и ночи только сигнал, а я вот он. Сучат, кто? Начинаем расспрашивать. А ты бы знал, наверное, меня зовут на проповедь. Днем ночи, кто бы не позвонил, это кто-то сводит, зовет меня на благовестие. Вот такое должно быть ожидание. Напряженнейшее. Называется алармовое. То есть аларм это тревога, беда. Вот в таком состоянии первые христиане жили. Они ждали каждый день пришествия Христа. Плохо, что сейчас этого нет. А когда-то где-то будет. Не когда-то, а сегодня. А занялись тем, что начали обвинять друг друга. Не готовность благовествовать мир, а готовность отрубить друг другу голову. Православные говорят, от вселенской церкви отпала католическая. Раскол. Католическая православная. Православие, хизма отпали от вселенской церкви. Зарубежная церковь, говорит, московская патриархия отпала от вселенской церкви безблагодатная. А сейчас зарубежная церковь попала же под это. Отпала она, она попала в раскол. Друг друга обвиняют в одном и том же. Кто сейчас скажет, другой повторяет. Да не написано, чтобы мы этим занимались. Может быть, ты и прав. Но главное, что я тебе от этого пользуюсь. Я скажу, да, да, и докажу, и буду всю жизнь заказывать. Я умею разыскивать данные, архивы, копать. А просидел на месте. Какая тебе от этого польза? Вот еще Богу скажет, Господи, а вот я сколько, много на них нашел обвинений. Ты про себя ответь, идешь ты на благовестие или нет? Ты возвещаешь радость, которая в Сионе. Михей, 3 глава, 5 стих. Господь так говорит на пророков, вводящих в заблуждение народ мой, которые грызут зубами своими и проповедуют мир. А кто не кладет им рот, против того объявляют войну. Ну, конечно, речь идет о властях мирских. Но ведь мы исследуем Слово Божие для того, чтобы себя спасти, а мы находимся в церкви. А ведь это так. А сегодня бы никто не стал подходить к киоскам церковным. Никто не стал бы в этих комках покупать эти нечистые свечи. Свечи, просто свечи. Как бы забеспокоились священники. Как они забегали, бы узнали, какая причина, начали бы исследовать. Да никто бы не покупал святыни, иконки, там, что и сегодня есть. Это огромное беспокойство было бы. Прекратился поток денег. Кто не кладет в рот, против того объявляют войну. А кто узнали бы, это вот кто сказал, церкви торговли нельзя. Они все до одного бросят, они сгрызут тебя. Да это же про наше время говорится. Да милостивый Господь позволил нам не иметь торговли. Я не забуду, как в Москве один батюшка понял это. И приказал вытащить ящик и сжечь. Это, говорит, проклятый жид присосался к нам в храме здесь. Вытащили его и разбили. Это они любят, ростовщики, заниматься этим. Каждую свечку, крестик, на 2000% выгода. Пророк Марк, евангелист Марк, 16-15. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Я когда первый раз прочитал в 62-м году, подумал, всей твари. Ну что же это, животным надо проповедовать. Всей твари опять. Ну а как им? Буквально это понял так. А потом нашел, что оказывается и твари проповедуются. Были святые, которые прямо разговаривали с животным. С животными. И говорили. И Соломон говорит, пойди, получись у муравья. Вся тварь проповедует незримо. И вся тварь радуется. Притом она разумной оказывается тварь. И ожидает усыновления сынов Божиих в послании к римлянам. Воздыхает она, оказывается. И она ожидает, когда тело наше будет нетленным. И сама будет освобождена от рабства тлению. 1 Тимофея 3, 16. И Слово Божие. Правда о Христе. Пришедший мир проповедан в народах. И принят верою в мире. Как принять, если никто не проповедует? Проповедан в народах, а теперь и мир будет. Когда люди примут и примирятся с Богом. Что за каждого умер Христос. Что грехи искуплены. Что душа в мирном состоянии уже теперь находится с Богом. И может получить дар Духа Святого. Ведь нет этого ничего. Главное пришел, исповедоваться, прищищаться, исповедоваться, прищищаться. Да, 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 исповедитель надо человека подготовить, чтобы он осознал. А что я особенного сделал? Все, что бы мы ни делали, может иметь примесь греховности. Или тщеславие, или словолюбие, или жадности. Подал, да немного ли подал. Дал один пятачок, да разделите на двоих. Благовестие. Поясняется так. Исайя, 48 глава, 20 стих. Выходите из Вавилона. Бегите от халдеев. Согласом радости. И возвещайте. И проповедуйте, что это от Господа. Мы не знаем, что с нами будет. События прямо ускоряют некоторые. И может нам действительно придется бежать. И действительно мы будем искать себе епископа. Это все может быть. Но главное, чтобы мы об этом не забывали, Вавилон рухнет. Вавилон это смешение. Многие понимают, Вавилон это московская патриархия. Хотя, конечно, это и речь идет о великом городе. Но признаки Вавилона всегда есть. И в нас самих. Где смешение святое, не святое, перемешанное, не можем отличить. Деяние 20 глава 24 стих. Но я ни во что не взираю, ни на что, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса. Какое? Проповедовать Евангелие благодати Божией. Я ни на что не взираю. Пойду на все. Многим уступлю. От многого отступлю сам. Лишь бы исполнить порученное мне. Разве это Павлу так и было сказано? Разве апостолам первым? Все сделаю ради того, чтобы только звучала проповедь. Это ни на соборе, нигде не было. Есть объединение, нет, никакой разницы нет. Проповедей не было и не было. Ни до собора, ни после собора. Как сидели зарубежники на своих дрожжах, так и сидят. Как патриархийные сидели, так и сидят. Дрожжи любят. А дрожжи квасит только то место, которым сидишь. Дальше не идет. Ты заквать голову, язык, мысли. Понести людям радость спасением. Сегодня в Барнауле умрет 44 человека. Каждый день. 44 человека уйдут непримиренные с Богом. Им никто не возвестил мир. Может быть, мы могли бы что-то сделать. Может именно о нас это говорится. Псалом 54, 22. Бывает иногда так, говорит, слова их нежнее и лее. Но они, суть, обнаженные мечи. Чтобы никогда подобного ничего с нами не было. Я разбираю слово меч. Возьмите меч духовный. Вот тоже меч. Тоже знание. Псалом 63, 4. Они застрелили язык свой, как меч. Напрягли лук свой, извительное слово. В чем-то мы не будем соглашаться, что сейчас пытаются делать, вопреки сверх решения собора, всезарубежного. Эти мечи все на нас обратятся. Самое, может, в ближайшее время. Наша задача нигде не переступить через указание Слова Божия. Мы доверяемся любви Божией. Бог как-то устроит, как я не знаю. Но до определенного момента мы ждем. Когда мы увидим, что они безумствуют, мы сразу отойдем от них. Мы не можем пойти на то, чтобы наша душа погибла, была потеряна. Притча Соломона 12, 18. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых вращует. Вот мы и должны говорить о том, что знаем о любви Божией. Евреям 4, 12. Слово Божие живы и действие. Настрее меча обою до острова. Второе Коринфам 6, 7. С оружием правду в правой и левой руке. Я пояснял. Правая и левая, эта Библия должна быть открыта. Одной рукой ты ее не удержишь. Одной рукой только закрытую можно держать. Четвертая книга Царств 1, 11, 11, 11. С оружием в руке своей. Постоянно должны быть. Пошел куда, проверил, все взял в дорогу, все. В больницу или пошел, так, Евангелие со мной. Всегда, даже оно тебе не потребуется. Всегда вот у меня в кармане. У меня висит подрядчик, и там в кармане лежит Евангелие. Какой бы костюм ни надел, везде Новый Завет лежит. Я не знаю, завтра, может, в окно придется вылазить при пожаре. Но самой будет Евангелие. Заранее, сегодня, все, посмотрите. Какую бы одежу, чтобы не взял, наружная одежда твоя, везде маленькая Евангелие было. Срочно кому-то, может быть, дать надо. Дорогой встретиться кто-то уезжает. Бывает, знакомый приедет. Где-то вы жили вместе. В первую очередь расспроси, знает ли он Господа. Читал ли Евангелие? Нет, а у тебя ничего нет. О, визит. Даже визитки нету. Это облегченный режим. Носового платочка нету. Вот как враг может обокрасть. У тебя Евангелие должно быть. Я в прошлые годы, у меня пальто было подарено. Я попросил шить большой карман. Это Библия, от которой лежит настольная патриаршая. Какой ее размер примерно с этой икону. И я ее всегда носил с собой. Такой огромный карман. Даже на бок маленько ходил. Но Библия всегда со мной, завернута в несколько слоев. Любовь к Богу побудит тебя. Ты сегодня имеешь в ладони, можно зажать маленькие такие Евангелия. Да напиши, может быть, диск с тобой носи. В любой момент, где бы кто ни встретился, ты хочешь знать о Господе? Один вопрос только задавай. Кто бы тебе ни позвонил, что бы тебе ни попросили сделать, и я это делаю ради Господа, ради Христа. Осталось водить все одно. Пойму божественной песни. Меч духовный у тебя должен быть все время изножен. Блистать. Числа 24.4. Говорит слышащие слова Божие. Вот если бы мы могли так сказать о себе. С кем бы мы ни заговорили. А почему ты так говоришь? А вот мы слышали в церкви не так. Говорит слышащие слова Господни с вами. Я слышал слова Господни. И на все отвечание. Да ваше мнение, что не сходится с епископом? Я не могу на него отвечать. Я слышащие слова Господни. Я о себе это говорю конкретно. Почему? Ну ты говори о себе. А то ты хвалился. Хвалящийся хвалить Господом. Это прямое повеление. А раз ты не хвалишься Господа, не знаешь. Ты заслуга твоя, что ты никогда не похвалился, что знаешь Господа. Это ущерб тебе. Ты день и ночь хвались, что ты знаешь Господа. Говорит слышащие слова Господни. Марка 7.13. Вы устраняете слово Божие преданием вашим. Чем? Сегодня предание сколько? Крестными ходами, мощами, мироточнимыми иконами. Чем угодно. Застели слово Божие. Вы устраняете слово Божие. Да представь, идут целую неделю в Карабельниковской иконе. Да сколько бы можно было прочитать. Едут в Дивеево. А у меня денег нет. Я сколько раз спросил. Вы собрались куда-то ехать? Посоветуйтесь со мною. Я вам разнесу, что не надо. Но деньги эти уже не ваши. Подарите их на книги. И кто сколько пожертвовал на книге, настолько берите бесплатный книг. Вы не просто мне даете. Вы понимаете, как люди реагируют, когда книгу подаришь? Я всегда дарил листики и прочее. Но когда дашь книгу, я свидетель. Ни разу не было, чтобы не было никаких последствий. Они собираются вместе в кабинете, соседние. Интересуются, смотрят. В коровую администрацию рядом все отделы с этажа собираются, смотрят на книгу. Да какие книги-то? Ну ты пожертвовал сколько? Вот настолько и бери, и бери. Только мне скажи, я вот столько книг беру, ну и себе помещаю, чтобы не перебрать выше этой суммы-то. Мне не просто деньги нужны, нужны для того, чтобы Слово Божие распространялось. Мне они не нужны, я их не проем и не пропью. Неужели же вы меня в этом подозревать будете? Евангелист Лука 5.1. Народ теснился к Господу. Все говорят, чтобы исцелиться. А тут написано, чтобы слышать Слово Божие. Теснитесь к храму, теснитесь к батюшке, к знакомым, близким, чтобы слышать Слово Божие. Как Новый Год? А можно там приглашают родные, вот у них вечер будет. А можно? Можно! Чтобы слышать Слово Божие. Чтобы вы там проповедовали. Но никогда не садились за стол, где пьют. А не, пускай свое дело делал. А ты сядь и сиди читай, чтобы видели. А он был и читал. Это войдет в историю. Мы видели человека, который всегда читал Слово Божие. Из уст которого непрерывной была Аллилуйя. Он не жаловался на болезни. Он всегда благодарил Бога. Аллилуйя. Лука 8.11 Семя есть Слово Божие. Что бы вы ни сеяли, семя есть Слово Божие. На огороде, на даче. Что бы ты ни делал, семя есть Слово Божие. Да вы такие мудрые, что у вас на даче растет. Да примени это. На Слово-то Божие. И ты будешь тосковать. Господи, вот я сегодня работаю, закончу вещь, а никому не сказал. Ты будешь через ограду на даче смотреть. Кому бы сказать, под разными предлогами пойти, что-то сказать, дать и сказать. А Господь-то как всех любит. Какая погода хорошая. И в более благоприятное время не будет. Мирное время. Можно в церковь пойти. Ну что же вы, как мертвые, лежите-то? Встаньтесь, тряхнитесь. Наполните рюкзаки своим семенем Господним и разбрасывайте его. Иоанн 8, 47. Кто от Бога, тот слушает Слова Божие. Вот почему они не слушают. Кто от Бога? Простое определение. Не я его определяю. Бог так определяет. Не любит Слово Божие. Не от Бога. Мои книги попали к старообрядцам. Хорошие люди-то. И сразу заявляют моей сестре. А я книги эти не люблю. А почему? Там все время ссылается на Библию. А я Библию не люблю. Это же приговор. Да как можно же не любить Слово Божие? Ну Христос-то был ни глухонемой. Он был говорящий. Он приходил. То есть я Господа люблю, чтобы Он меня благословлял. В огороде все выросло. А что говорит? Мне некогда. Да Мария-то избрала благое счастье. Даже уж без Марфа-то мы шагу не шагнем без этих пирожков. А ведь Господь-то не ее похвалил. Хотя и она крайне нужна нам. Деяние 4.31 Спрашивают иногда, а у меня есть Дух Святой или нет? Я знаю один определитель, который точно указывает. Ты сам себе определи. Есть у тебя Дух Святой или нет? А кто не имеет Духа Божий, тот не Божий. Ты можешь день и ночь даже Библию читать, даже сидеть дома, никуда не ходить, не грешить и быть без Духа Божия. Потому что ты не будешь понимать, что считаешь. Написано, все исполнились Духа Святого и стали говорить Слово Божие. С берзновением. Не робко как-нибудь, а с берзновением смело. Как ты можешь против говорить? Это же Бог сказал. Почему ты не постигаешь на законы, которые на дорогах? Ты строго соблюдаешь их. Ты за свои права трясешься. А тебе Бог дал право называться Сыном Божиим. Как ты за это не трясешься? Не боишься потерять Его? Деяние 6.2 Нехорошо нам оставить Слово Божие в пищися столах об обедах. Нехорошо все время работать и оставить Слово Божие. Мудрецы. Нехорошо все время на даче возиться с внуками и оставить Слово Божие. Нехорошо. Нехорошо заботиться о хорошей пенсии, а Слово Божие оставить. То есть все хорошо, если ты не оставил Слово Божие. Ну, понимай это Слово Божие. Я ведь не проповедник, если по большому счету. Я всего лишь по Евангелию стараюсь провести нужные места указать. Как их надо понимать? Это же сплошное обречение для нас. Вот считаем Откровение 1.9. Иоанн был сослан на Патмос. Ну и что? Да мы в ГУЛАГе сколько были? Правильно, но написано за Слово Божие. А вот теперь и покажите. Из 100 миллионов погибших в ГУЛАГе, кто был за Слово Божие? За то сопротивлялись изъятию церковных ценностей. Руби им голову. Кто? А те, которые хотели вернуть старую власть, благословляли. Белые входят в войска, колокольные звон, а завтра красные. И пока на колокольню. Все расколотили голову. А за Слово Божие, за проповедь. А были такие, были, но только не у православных. У сектантов горе-то какое. Сектанты вырвались вперед нас. Это сказать даже нельзя. Люди, которые не в церкви поплыли впереди корабля. Ну, вдумайтесь вы, это же страх-то какой. Да кто же мы такие после этого-то, со своим надмением. И Откровение 6.9. Да, было много убитых. И я увидел, говорит, убитых под жертвенником, там, под крестом Господним. Убитых за Слово Божие. Итак, чтобы наши имена были записаны в книге жизни. Как апостол Павел говорит, чтобы ноги были обуты для Слова Божия. Чтобы если мы будем казнены за Слово Божие. Если будем спасены, то только по Слову Божию. Аминь. Аминь.